МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации Таля Радо, компания Гомелю, студия працуя Маргарита Котова. Глядите в этом выпуске. Больше 200 детей запросили на елку, которая прошла на территории храма Прображения Господняга. Две новые станции обезжалезования. Запрацовали в Калинковицком районе. Гомельский педиатр переможется конкурсу «Супердоктор-2020». А сейчас об этом и иншим больше подробно. За непогодой 7-го и 8-го студии в Гомельской области без энергозабеспечения застался 201 населенный пункт. Налипание снега провело до отключения в 10 районах. Энергия таки оперативно проступила до ликвидации наступства у снегопада. Где была махчимость, на период отсутствия электричности запускали дизель-генераторные установки. На данный момент специалисты Гомель Энерго протягивают працевать. Целком одновить энергозабеспечение плануют сегодня. Дорожную обстановку в области снегопады не погоршили. За сутки зафиксовано только одно ДТЗ. Несмотря на ухудшившиеся погодные условия, все участники дорожного движения были готовы к снегопаду. Благодаря тому, что было своевременное информирование населения, однако без происшествий не обошлось. У нас зарегистрировано за прошедшие сутки одно дорожно-транспортное происшествие, которое произошло на территории Лоевского района. 30-летний водитель, управляя автомобилем Рено, не учел погодные условия, в связи с чем выехал за пределы проезжей части, с последующим выездом в Мелиративный канал. С травмами водитель был госпитализирован. Дорожнее ослаблять увагу Нельга, в ближайшие сутки так само махшимые опадки и гололедеца. Колядные отсюда для самых маленьких. Больше как две сотни хлопчиков у девчонок запросили на елку, которая прошла на территории Храма Преображения Господняга. Что год тут ладят с централизованной представлением День Колядов. У храма кажут, что за день тут побывало некольки тысяч человек. Это соправданное место протягнения для верников. Тут яны веншуют один-одного, гуторать радуются колядам. Вчера были на всенашной первый раз с маленькой дочкой, ей еще трех лет нет. Ну вот, им очень понравилось. Первый раз, но тем не менее. Вы стояли? Да. Спасибо большое. Первый снег выпал, поэтому к празднику дети и снег увидели, и празднику порадовались. Пождество – это светлый праздник, добрый. Это день, когда ты начинаешь и хочешь верить в волшебство. И в доброту людей. В доброту людей. Когда у тебя появляется надежда на что-то светлое, на что-то доброе. Хочется делать добро. В храм ходите часто? Я кажу, да, но не очень. Не очень часто. Ну, два раза в месяц бывает. С бабушкой в основном. А чего в этот день хочется пожелать людям? И себе, может быть, тоже. Счастья, здоровья. Да, счастья, здоровья. Благополучия. А оценок? Хороших оценок. Очень хороших. Зачем ты сюда сегодня пришла? Чтобы сказку посмотреть. Скажите, пожалуйста, вы сегодня пришли сюда только на праздник или вы часто сюда приходите? Мы приходим сюда. Мы часто в этой церкви бываем. Мы здесь и крестили детей. А что для вас значит праздник Рождества? Ну, это рождение Христа. Во что хочется верить? Чего хочется пожелать? Вообще хочется верить на все хорошее. Как бы так, чтобы, во-первых, не было ни ковида, чтобы, наконец-то, уже маски поснимать. Потому что, когда в 2020 год так очень сильно дался. Да вообще здоровья. Главное – здоровья и счастья, мира. Так само у всех присутных повиншавау архиепископ Гомельский Жлобинский Стяфан. И он закликау людей жить с миром, у сердца, повагой и любовью до тех, кто побашь. Пожадал здоровья и счастливого життя всем людям. Мы все сегодня приходим в земную обитель Христа, в храм, где поклоняемся перед Его иконой Рождества Христова, где мы все вновь и вновь в той Вифлеемской пещере и с Божьей Матерью, с Иосифом, с Волфами, кланяемся Христу и славословим Его. Слава Вышних Богу на земле мир, в человеческих благоволения. Всем вам хочу пожелать мира, добра, здоровья, здоровья, здоровья и радости о родившемся Богомладенце Христе. Храни вас всех, Господь! А затем свято протягнулась околядной каской по шупаковым загаде, которую подрихтовала молодежная группа храма «Фаворовцы». И не глядяши на то, что ей сюжет был различен на маленьких глядашоу, а лея гос за доволением глядели у северники. На передо дни колядов мары протягивают здесняться. Гости с подарунками завитали у домы семянного типа в микрорайоне хутора областного центра. Хлопчики и девчинки, а так само их выховальники, сустрелись с Дедом Морозом и Снягуркой и отримали пожаданные подарунки. Под обязанностью у материала Ганны Корольчук. Людмилы и Анатолька Заченко годуют 10 детей в возрасте от 6 до 17 годов. В этот дом семянного типа они переехали 3 года тому. Мать и выховальница кажут, что семья у них дружная и активная. Дети стараются учиться добрые и допомагаются один одному. Любят молять, танчать и спевать, а так само займаются спортом. Например, Илья уже в год захопляется боксом, тому на Новый год мара в специальных пальчатках и груши. Сегодня его жадание исполнилось. Его натримал необходимый инвентар от шановных гостей. Владыки Стяфана, депутата Виталя Уткина, представников громадского объединения «Белая Русь», администрации чугуночного района и предпринимательников. А кроме того, хлопцам и девчатам досталась шведская стенка и пицца. А у допомогу выховальникам набыли мультиварку, кобым было сручно готовить ежу для великой семьи. И подарили грошовый сертификат. Сегодня государственная полиция переплетается с теми традициями и обычаями, которые были у нас, у белорусов. Поэтому сегодня хотелось бы сказать, что весь праздник добра, я думаю, что на территории Гомельской области, Гомельщины, в целом растянется на весь год и не закончится только Рождеством Христовым. Поэтому, может быть, нам удастся объявить наш Гомель, город, и у каждого гомельчанина в сердце будет своя маленькая территория добра. Спасибо, с праздником всех поздравляю, Рождеством Христовым. Дети тут выховываются в христианских традициях и наведывают не отдельную школу. У подяку за подарунки они зладили для гостей невеликий колядный концерт и продемонстровали свои творческие сдольности. Святочных учали песни про первую зорку и на роджение Христа, «Сбавитель от человечества». Зимний вечер, на дворе мороз, праздник, праздник Рождество, бим-бом, бим-бом. Праздник у нас всегда проходит празднично, за столом. Что желали детки, то они получили и очень довольны. И администрация Железнодорожного района, и депутаты. И вот приезжал к нам батюшка, вы видите, да, очень все хорошо. То, что дети желали, дети получили. Дети очень довольные. Ну, живем мы дружной семьей. Стараемся как бы соблюдать все правила. Дети учатся неплохо. Спасибо государству, что о нас заботится. Ну, всем большое спасибо. Доброчинная акция «Наши дети» протягнется во всех регионах краины до 10-го студеня. Ганна Корольчук, Валерия Гапанько, телерадо «Компания Гомель». Доброчинный марафон протягивается. Гомельское областное отделение Белорусского детячего фонда провело акцию «Наши сердце детям». Мероприемство прошло в рамках агульно-республиканской акции «Наши дети». В Гомельском державном театре «Лялик» прошли встречи с хлопчиками и девчонками, которые выховываются в домах семейного типа. Больше 200 детей и подлетков с Гомеля и всей области отримали солодкие подарунки, проняли удел в театрализованной забавляльной программе и просто добро бавили час. Особливая роль в ожитивлении свято належит партнерам областного отделения детячего фонда. Акционерное общество «Спартак» и акционерное общество «Сахарторг» – это две большие организации, которые дали возможность нам, всем деткам, подарить сладкие подарки. Поэтому огромное спасибо всем неравнодушным людям, наши детки с трудной судьбой. И хочется хоть как-то их порадовать. До всей Белорусского народного схода крыху больше, как месяц. Огульно-национальный форум запланованный на 11-12 лютого. Зараз во всех регионах республики идет подрыхтовка до сходу. Обмеркованию этой темы была просвещена программа «Открытая студия» на радио Гомель+. Чекается, что от Гомельшины на сход отправится 310 удельников, свыше 65% – депутаты. Их кандидатуры разглядались на сессиях мясовых советов депутатов, которые прошли в опошние Дни Снежня. Остатных делегатов пропоновали Голиновые профсоюзы, Белая Русь, Белорусский союз Жанчин, БРСМ. Большаясть делегатов – первоважность среднего взрослого, около 20 человек – представники молодые. Будовнейшая Голина выполнила все запланованное на 2020 год. И навод больше. По некоторых на керунках, доведенной показчике, навод отрималась перевыконать. Серьезные задачи, поставленные и на этот год. Это пишется в заведении коммерцинного, арендного и жилья с зяш-потрымкой. Об задачах и шляхах их ворошения Марина Северянова погутерила со старшиней комитета по архитектуре и будовнестве Гомельского облаконкама Дмитрием Гайкевичем. Строительная отрасль региона справилась с выполненными задачами на минувший год. Впереди всех буквально отраслей оказалось. Я думаю, что вам есть чем поделиться и рассказать, как удалось справиться в этот непростой год. Гомельская область в прошлом году, уже можно сейчас назвать это прошлый год, при поставленной задачи общего ввода 485 тысяч квадратных метров, мы пришли к показателю 493 тысячи квадратных метров общего жилья, введенного в эксплуатацию по Гомельской области. Из них с господдержкой 196 тысяч квадратных метров было введено. Это поддержка кредитных ресурсов, льготных, которые были выданы нашим гражданам, и они построили жилье. Также один из показателей, который у нас ежегодно доводится, это обеспечение многодетных семей жильем. При задании 1747 семей, мы в 2020 году обеспечили 2100 семей таким жильем. Еще один накеронок будовництва жилья для шмодетных семей у заведения для их однокватерных домов. Этим займаются не только приватные забудовщики, но и держ организации. Объем индивидуальной забудовы селета будет повеличиваться. Это у тем лику робится и для того, как люди могли заставаться жить у своих родных мястинах. У нас сегодня есть уникальная возможность с нашим стройкомплексом построить такое жилье. И мы его строим и будем продолжать строить. Это интересные проекты, которые мы разрабатываем под людей. Каждого можем даже подготовить индивидуально. Под ту кредитную линию, которая имеется, мы строим это жилье. Оно очень интересное и привлекательное. Побудовали летость и 650 арендных кватер. Это свыше 200% от годового задания. Отрималось у звести больше 90 кватер социального использования. Так само амаль вдвоя больше, чем плановали. В першине у регионе лето появились и электродомы. Все лето побудуют еще несколько. В Петрикове, в Турове, Житковицкий район, Сосново-Бор, Светлогорский район, Брагин, Гомельский район. То есть мы разработали такой проект. В прошлом году два варианта было реализовано. С котельной, которая имеется в подвальном помещении дома. Это в Гомельском районе был сдан дом. Ну и вот сейчас, накануне Нового года, был сдан дом в городе Гомеле. Там уже в каждой квартире свой источник. Поэтому такое развитие, такое направление будет приветствоваться. Ну, скажем так, город Гомель, он имеет ТЭЦ, тут имеют источники. Но это только в исключительных местах. Поэтому мы больше направлены на территорию, где нет источника. Потому что уже деньги вложены, и там должны быть дома. Средний кост квадратного метра жилья лета складал 1082 рублей. Это был один из самых низких показчиков в республице. Подавнейшая гряна и на этот год мае вельми серьезные задачи. Треба побудовать полмиллиона тысяч квадратных метров жилья. Амаль третья частка для тех, кто мае потребу уполепшения жильевых умов. Город Гомель как бы и уплотняется, мы это видим, да. Где-то сначала кому-то не нравится, что мы уплотняем. Потом красивый получается объект, как бы заселяются наши граждане и пользуются этим жильем. Значит, мы завершаем 104 микрорайон, да. Также 18 микрорайон, осталось там буквально несколько площадок. В принципе, тоже уже идет под завершение. Конечно же, наши перспективы по городу Гомель – это микрорайон Бирозки, который мы уже занимаемся разработкой генплана. Потому что там земли нужно включать в черту города. Ну, в принципе, этот новый микрорайон, он увязывается, конечно, и с восточным обходом, который мы отрабатываем вопрос. Потому что связь с городом должна быть именно через восточный обход. Значит, этот микрорайон, в принципе, будет именно электромикрорайон полностью, то есть изначально. Потому что, как бы, туда не будем предусматривать инженеральной коммуникации, которую нужно тащить из города. Так само сегодня начнется реализация третьего этапа проекта «Будовництво социального жилья» за кошт техника экономичной допомоги Китайской Народной Республики. Сродки будут накированы на заведение пяти домов для детей-сирот и детей, которые застались без опеки батьков. Марина Северьянова, Сергей Камко, телерадио «Компания Гомель». Две новые станции очищения воды запрацовали в Калинковицком районе. Таким чином вырошилась головная проблема одразу трех населенных пунктов. Это каля тысячи жахаров. Долгие годы вода тут не отповядала санитарным нормам за высокого утримания железа. Подробязности далее. У якие только инстанции не звертались, а же хары агрогородка Горбовичи со скаргами на водопроводную воду. Ни помыться, ни ежу приготовить. Нарешті их пачули. Прямо у Новый год у вёску пришла чистая пятная вода. Ее якость уже оценили не только у приватным секторам, а лею мясцовой санстанции. Открыла, боже, вода чистенькая. Вот все равно, як я вылила, думаю, не, и дальше наберу. Это же красота, радость. Это самое, что значит вода. Вода – это залоз здоровья, так? Самое главное. Гэта гистория почалась опять годов тому. Ваткась под крана в домах стала регулярно менять колер. То коричневый, то ярко-жовтый. Потом з'явился неприемный пах. Спробовали зливать, кипятить, отстоивать. Выник той же. Затым экспертиза показала, что утримание железа в воде в три разы превышает допущальные нормы. Питие одразу заборонили. Была ржавчина, когда набираешь, особенно когда закипечиваешь воду, появлялась ржавчина. И сама по качеству вода, даже по раковине видно было, каждый день надо было чистить раковину желтая. Вода была не очень хорошая. Ну, чайник был, ржавчина покрывалась, отмыть не можно его. Закипятю вроде как уже и чай оттуда бросим. А после очистки стала вода чистая, нормально стирать сейчас, и раковины чистые, ржавчина не покрывается. Проблему вырослили с допомогой вот такого невеликого вагонщику. Это сучасная станция без жалезвания. Я на целком автоматизована и працюю беспирапынно. Внутри выключено айчинное обсталевание. В фильтрах специальный сарбент у выглядят дробных каменев, який не даёт железу трапить у водопровод. Видим работу первого фильтра, работу второго, работу третьего. Установлены три колонны. Это позволяет обеспечить полную очистку исходной воды и дать качественную воду данному населенному пункту. Гэтых на перший погляд невеликих могутностей достаточно, чтобы очищать коля 15 кубометров воды в годину. А хоп две ближайшие вёски – Горбович и Турцевичи. Такая же новая станция зараз есть и в соседних Козловичах, где долгие годы были аналогичные проблемы. В процессе строительства получилась экономия порядка 210 тысяч рублей. У нас было принято решение по согласованию с ГО ЖКХ Гомельской области, по согласованию с Калинковицким районным исполнительным комитетом, было принято решение о строительстве дополнительно двух станций безжалезания в связи с экономией финансовых средств. Сегодня у Калинковицком районе працуют 17 станций безжалезания, семь с их побудованы в минулом году. Чистой пятной водой теперь забеспечен амаль 97% мясовых населенных пунктов. Без этого, конечно, не могло обойтись. В одном населенном пункте Горбовичи около 700 населения. Это не учитывая дачное население. Населенный пункт у нас живой. Люди постоянно покупают дома, постоянно сюда прибывает население. Такого убытия нет. Это очень актуальный вопрос воды, потому что особенно питьевой воды. Сами понимаете, сегодня вода на вес золота. Узведение станции безжалезания – это частка державной программы «Комфортное жилье и сприяльное сародье». За два года только в Гомельской области побудована каля остаток таких объектов. Забеспечить пятной водой при этом отрималось каля 70 тысяч жахаров. Задача на 2021 – не снижать темпы и охопить самые отдаленные районы. При выборе места подбудовництва таких станций приоритет будут отдавать населенным пунктам с наибольшей колькостью проживающих и при этом – найгоршими показчиками якости воды. Максим Савин, телерадио «Компания Гомель». Один из главных пунктов стратегии развития податковых органов Республики Беларусь – клиента-ориентованность с высокой якостью обслугования. С ГТМТ еще в 2016 году начался процесс створения центров обслугования плательщиков. Один из них открылся у податковой инспекции Гомельского района. Подробности в наступном сюжете. Центр обслуговования для податка плательщиков Гомельского района уйти от живой очереди и создаст благоприятные условия как для инспекторов, так и для плательщиков. Работа центра обслуговования продугледживает интерактивность. Дякуючи терминалу, кожный клиент можа оценить якость работы, покинуть водгук. Так само для детей-плательщиков, які пришли разом с батьками, есть специальный забавляльный куток. Тут можно помалявать, поглядеть мультфильмы про податки, почитать книги. Центры обслуговования плательщиков уже доказали свою эффективность. Центры на сегодняшний день востребованы. Конечно, основная масса – 92% – это физические лица, индивидуальные предприниматели. Мы оказываем порядка 60 видов услуг с помощью данного центра. Поэтому новый формат работы плательщиками уже в других инспекциях оценен, и он бесспорен. На сегодня у Беларуси працуют 32 центра обслуговования плательщиков. У нашей области первый был створен, а мальчатый годы тому, у Жлобеня. Зараз на Гомельшине их шесть. Миколай Скинсиян, Сергей Комко, Телерадо и компания «Гомель». Кавадагли с Гомеля – лепший ураж в Беларуси 2020 года на думку пациентов. Гомельский педиатр отримал наибольшую кольку становших водкуков на сайте «Супердоктор» – 463. Это лепший покажек не только в нашей области, но и в республице. Азнашим, что год тому Кавадагли так само отримал звание «Супердоктор» у Гомельской области. Это и другие новинки. Информацию о проектах Телерадо компании «Гомель» вы можете узнать на нашем сайте, в интернете по адресу www.tvgomel.by. На этом выпуске завершено. Всего доброго и до встречи в эфире.